Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом видео мы поговорим о компрессоре. Но о компрессоре не простом, а о компрессоре, который работает от батареек. Конечно же появляется вопрос, нафига вообще нужен компрессор на батарейках, если в каждом доме, в каждой квартире есть электричество. Однако не стоит спешить с выводами. Первое, для чего нужен компрессор на батарейках? На такие случаи, когда электричество вдруг внезапно отключили. Это очень хороший вариант как раз для таких ситуаций. Второй, очень важный момент, когда вы покупаете крупную рыбу. На своем опыте могу сказать, крупную рыбу в течение двух часов, если занимает дорога, очень и очень сложно перевезти без подачи кислорода. Каким бы большим ни был пакет, какой бы небольшой была емкость. Опять же, компрессор на батарейках является в этот момент спасением, потому что вы будете везти, и рыба все равно будет получать кислород из воды. Так, что нам тут рисует производитель? Очень хорошо для рыбалки, когда вы наловили рыбу, и можете ее перенести с собой. А также рисует еще аквариум. Давайте, наконец-таки, откроем эту коробочку и посмотрим, что там внутри. Обязательно подпишитесь на наш канал. Сразу хочу сказать о том, что в коробочке никакой инструкции толком нету, и перевод на русский язык очень и очень маленький. Единственное, что пишут о том, что это компрессор на батарейках, и, в принципе, все. Страна производителя. Ну, страна производителя, как вы уже все знаете, самая лучшая – это Китай! Итак, что же у нас здесь идет? Сам компрессор, небольшая трубка. Да, я сразу могу сказать, что трубка очень маленькая, очень маленькая, на мой взгляд. Можно было бы сделать и подлиннее. И шарик, распылитель, небольшой. А вот батарейки в комплекте не идут. Какие же сюда нужны батарейки? Посмотреть на сам корпус. Все написано на китайском, иероглифами. Ничего не понятно, какие батарейки нужны. Но я вам сразу раскрою секрет. Сюда подходят только одни батарейки – D2. Ну что, давайте вставим эти батареечки и посмотрим, как он работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, дорогие друзья, мощность достаточная. Поток воздуха идет очень хороший. В принципе, я очень им доволен. Очень им доволен. Помимо этого, хочется, конечно же, сказать, что батарейки сейчас были новые, да? И по мере того, как батарейки будут разряжаться, мощность потока воздуха будет, конечно же, конечно же, будет уменьшаться. Но хватает этих батареек, по крайней мере, вот те, которые я вам показал, Dura-Cell, хватает их надолго. Надолго хватает. Что мне еще понравилось в этом компрессоре? Здесь есть вот такая вот штучка, которая позволяет носить данный компрессор не в руке, а повесить, например, на карман. Ну и, конечно же, стоит сказать о том, что здесь всего лишь одна кнопка, включить и выключить. Естественно, он не тихий, звук слышите сами. Единственное, что стоит еще добавить, то, что трубка здесь идет стандартная. Обычная трубка, как и для всех компрессоров. На этом видео подошло к концу. Надеюсь, данное видео было полезно для многих. Если это так, действительно, ставьте палец вверх. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И до новых встреч в новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok